тихо океанская 300 растет на воле очень дико и очень натурально то можно еще придумать на ночь порубал пиво значит отлично поэтому дети будут подрастать они по-любому напиток который закапывают в глазки и смотрят цветные мульти то напиток для папы перед употреблением его желательно хорошенько поболтать потому что он как бы с мякотью потому что дети растут блин они так пахнут вам не передать так но в общем мы приобрели рыбу вот эту называется она аляска кот это тихоокеанская рыба тех тихоокеанская 300 вот в общем получается она растет на воле и и вылавливают и есть шанс есть чистую рыбу не накормленную чем там хейтеры говорят гмо комбикормом и прочими шприцами вот как я сказал маришка из нее приготовила очень вкусную уху и в общем ради ухим ее купили но она может мы попробуем запекать я ее еще хочу попробовать запечь с овощами я но мы пробовали ее только в ухе в ухе мы пробовали или ухе попробуем в овощах ну давайте глянем на нее то в общем смотрите она чистенькая абсолютно мороженую воду с этой рыбой не продают ну и в общем с другой тоже но просто я хочу показать то что до абсолютно нет есть только вот такой вот немножко вот это изморозь она пошла от того что из холодильника она начинает подтаивать так ну и вот ее внутренний факт черни есть чего в ней нет бла-бла-бла и все дела так какие-то значки особые зайка ты видишь вот написано дикая натуральная и что вот это вот в общем просто дикая и натуральная очень очень дико и очень натурально дожди вот тут еще написано что-то короче и словили вот на этот зеленый листик и в ней 28 грамм протеина это круто и это наш продукт переходим к следующем следующий номер нашей программы это вот такой вот ананасовый сок возможно его уже видел кто-то у нас распаковки но возможно и не видеть я даже не помню уже поэтому мы решили пока вы показать его вот эти вот nutrition факт и ингредиенты возможно кто-то новый смотрит и не видел его еще вот такие вот ингредиенты три баночки в упаковке и перед употреблением его желательно хорошенько поболтать потому что он как бы с мякотью он когда стоит он отстаивается да и поэтому его надо обязательно спалтывать это чисто напиток для папы я его беру на работу и бывает что раз в неделю бывает раз две недели бывает раз в месяц выпиваю баночку то есть по необходимости я его не пью как скажем не пью его как напиток он у меня лежит для того чтобы типа взбодриться когда я работаю часов 12 иногда бывает больше вот в этот раз я взял без сахара прошлый раз мы брали сахаром чем на синюю банку да но я решил что хорошо надо попробовать без сахара вот и в общем вы видели его сейчас на баночке покажу я даже не знаю где будет лучше видно его всякие эти факты ну во всяком случае вы можете сравнить с тем редбулом который продается у вас и мы убедимся что он точно такой же или не точно такой же который делается по лицензии возможно а может он оригинальный продается я не знаю мы в беларуси его я его кстати продавал когда торговал но и конечно пробовал но я не вообще не смотрел из чего он сделан ну в общем на баночке по факту рассмотреть ничего невозможно очень она узкая и очень блестящая поэтому вот кому интересно будет сравнить смотрите еще раз эту таблицу а мы переходим к следующему правду так ну и два любимых моих продукта которые тоже в семье пока только для папы потом пока но потому что дети растут блин они так пахнут вам не передать запах это свежемолотый кофе это вообще что-то нечто ну ты от кофе отказалась лет 13 13 13 лет без кофе посмотрите на этого человек прекрасно а дети уже скоро могут не давать пробовать нет они будут знать потому что они видят что я пью почему нельзя мне кажется вот давайте обсудим этот вопрос но по моему кофе это как и сало это как и жир и как желтки что можно еще придумать я не знаю что еще вредное было короче как другие вредные продукты которые сегодня говорят есть нельзя потом через двадцать лет говорят ошибка в эксперименте есть можно а ну чай тот же взять одни говорят вредно другие говорят полезно то есть но продуктов очень можно даже и проводку проговорить там про спиртное про пиво то есть это не пейте это не ешьте я считаю что хорошо всего в меру правильно вот на ночь порубал драников салом хорошо и в меру и в меру если хорошо значит отлично вот ну поэтому дети будут подрастать и они по-любому будут пить ну пить кофе ну я поняла на может будут пить какао ну будет видно может да через пять лет придумают какой-нибудь новый напиток который закапывают в глазки и смотрят цветные мультики это это фраза из этого из какого-то я не помню вот кто помнит пишите в комментарии какой-то фильм был или что говорит как-то там говорилось что-то они не делают это они просто закапывают в глазки и смотрят цветные мультики ну давайте в общем как я вам и говорил я попробовал много разных сортов кофе все искал искал себе там что-то подбирал мне какие-то нравились какие-то нет и потом вот в костка бизнес-центр я случайно нашел вот этот кофе ловаться он итальянский и я его нашел только там он больше нигде не продается я не видел в нашей костке он почему-то не продается и в общем то вот и я его теперь пью и там покупаю так ну и что по нему тут ничего не видно вообще вообще ничего нет да хоть бы написали что не будет да нет за этом тоже не будет ну в общем кофе вкусные и полезны вот и для кофе идет вот такая вот заправочка добавочка назвать его можно как хотите подсластитель увеселитель я не знаю как его еще обозвать так значит вот его nutrition fact ну тоже видите с блин с бутылки с круглой сложно но более-менее видно да так и вот его вредные ингредиенты ну вот как то так так что на нем какие-нибудь спецзначки ничего не видно написано что он без жира это классно так вот написано что в одной какой-то там ложечки я не вижу через телефон какая там зайка написано tablespoon t значит в одной столовой ложке 25 калорий будет этого добра я себе в кофе добавляю я его в общем беру себе тоже когда делаю кофе на работу и где-то на такой у меня термосочек есть металлические 350 миллилитров он где-то 400 я добавляю туда себе 4 ложечки вот а так я кофе вообще уже стал пить даже и без этого я как начал пить словаться у него такой тонкий вкусный аромат что я в общем даже теперь ничего не добавляю и очень классно ну вот и все пишите ваши комментарии кто с чем пьет кофе кто какой крепости пьет кто как с какой машинки как мелет как туда-сюда будет интересно а кто вообще не пьет пишите вот этой тетеньке расскажите поделитесь ну все ну вот так вот кофе готов берем одну столовую ложечку опс и потом надо ложку пополоскать и получается очень вкусно вот так вот выглядит арбузик который мы сегодня купили с очень тоненькой кожицей и вот с такими вот микро-микро семечками их там совсем немного вот так вот он готов к поеданию а вот так вот он добавляю вот он Субтитры создавал DimaTorzok